Церковь отмечает сегодня день великих апостолов, которых нарекли первогорковными Петра и Павла. Вот что выдает статистика. Слово Петр встречается только в Новом Завете 159 раз. И Симон 72 раза. А вот слово Павел 152 раза встречается, Савл 22, только в Деяниях Апостолов 58 раз. Когда читаем книгу Деяния Апостолов, Завус говорит, ее правильно назвать было Деяние Духа Святого. А в большей мере из людей это относится к Апостолу Павлу. Вот какая между ними разница, сегодня мы можем посмотреть, что у них общего, кому нужно подражать и в чем, а в чем не надо подражать. Не так, что если они святые, все у них свято, все чистое. Петр не сказал, подражайте мне, а Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. Петр не мог этого сказать, потому что у него в поступках было такое, чего не дай Бог никому. Однажды Господь назвал его сатаной. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ибо думаешь о том, что человеческое. Вот думать о том, что по-человечески выгодно, хорошо. Это рано, что знать сатанинское. Хотя сатамы ты не знаешься, открещиваешься, отплевываешься от него трижды через левое плечо. Как они обратились? Вот Евангелие от Матфея 4, 18. Проходя близ моря, увидел Андрея, Симона и Симона, закидывающих в сети. Марк 3, 10. Потом сопоставил в апостолы Симона Петра. То есть не как обратился, а просто Марк говорит о том, что поставил. Евангелие слуха опять в 8. Когда Господь показал великое чудо возле рыбы, то Петр припад, сказал, выйди от меня, ибо я человек недостойный. Вот как говорят три Евангелиха. И 4 Иоанн говорит 1, 40. Один из слышавших от Иисусе от Иоанна был Симон Петр. Только Иоанн говорит о слышании. Один говорит апостол о чуде. И какое чудо рыба? Спросим, а повторялось ли такое чудо в истории? Я думаю, что не тысячи крат, а миллион крат во всем мире. Люди молились и внезапно там, где не ожидали рыбы, целый сеньер наполнялся рыбой. Значит, обращение Петра массово повторялось в жизни людей. На Петра можно смотреть только как на крепкого старовера. Настолько прочно у него все старое еврейское в нем было, что после дня Пятидесятницы ему необходимы были видения с неба полотно. Необходимо было услышать снова голос. Чей голос? По всей вероятности Бога Отца и Его, который говорит, заколи и ешь, не почитай, нечистым. То есть он все еще почитает. Не почитает, а значит почитает еще. Что-то у него неладно было с обращением у Петра. Дух Святой не может сломить его упрямство. Это все после дня Пятидесятницы. Он еще привлекается с говорившим с неба и с видением, ничего не входило в устамы, и какой уровень развития. Но он остается апостолом. И апостол Петр может для многих больше подражать, чем апостол Павел. Вот как мы считаем, обратился Павел. Деяние апостола 9.3. И когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его с неба свет. И пали все на землю. Настолько это было чудно, неповторимо и отрезало все прошлое. У него, у Павла, за ним не тащилось старое еврейское ни одной минуты. Все кончилось. Я все-таки для себя избрал именно этот путь. Человек должен сам сознательно обратиться к Богу. Не так, что я родился в религиозной семье, в старообрядческой, новообрядческой, или у баптистов где-то. За родителем тянулся, а потом ратует. Ратует за что? За веру свою. Вот у нас так было, у нас так наказывали родители. У Павла как будто ничего этого не было. Сегодня евреи боятся назвать себя, что они евреи. А Павел говорит, я еврей. Он не боялся. И беря самое лучшее от еврейской нации, он возводит себя к самым ревнительным законам. Я фарисею от фарисея. То есть от отца он наследовал четкое исполнение иудейских предписаний, талмудических, может быть. Но, встретившись с Христом, он понял. Все изменилось. Христос все перекинул слева направо. Петр Смедякин говорит, ты, Христос, сын Бога живого. А Сарус спрашивает, кто ты, Господи? Он не знает. И хотя Петр засвидетельствовал, что сын Бога живого, вы не думайте, что это окончательное свидетельство. Евреи сегодня берут и так же говорят, сын Бога живого. А Павел говорит, Бог сущего плоти. А вот этого еврея сегодня, обращенное к христианству, так называемые мессианские иудеи, не признают многие. То есть они остановились на стадии Петра, сын Бога живого. А сын Бога живого Конфуции, сын Бога живого Магомеда. Магомед, так все они, все. Это один из них из этого ряда. Павел говорит, что он Бог. Бог явился во плоти. У Петра мы не считаем. Фома сказал, Господь мой и Бог мой. Видите, тщательный разбор показывает, что за Петром числилось многое того, что нам нельзя принимать. И много того, что можем принять. Но потом Петр все это выправил, благодаря своего послушания Господу. Он идет, куда повелевает Господь, в дом Корнилия. Через него Господь открывает церковь через язычников. Все это дальше через послушание идет. Поэтому, где ты наставлен, где родился, не ставь это на первое место. Услышал голос Божьего Священного Писания. Ну и что? Два-три перста. Скажи, да это и Господь же об этом не говорит. Самое главное, я исповедую Святую Троицу, исповедую Два Иисусства во Христе. Равно спасительное то и другое, тем более это уже призналось Сенот и Патриархия. Вот мы читаем у апостола Павла Галатом 4.17. Он говорит, ревнуют по вас нечисто. А хотят отлучить вас, чтобы вы ревновали по них. Эти люди не ко Христу ведут, запрещают молиться, где-то встречаются. Они хотят, чтобы по них ревновали. Когда проходит уже десятилетие, точный срок мы не знаем сколько, однажды Павел услышал, что за Петром опять тянется его эта старая еврейская. И им особенно свойственна лицемерие. Евреи выявили так, что если в мире существует десять частей лицемерия во всем мире, то девять из них в Мерусалиме. Девять из них в Парисеях. И этим лицемерием был увлечен Петр. Стал Таице, чтобы его не отлучили вроде бы. А Павел говорит, я противостал ему при всех. Говорят, да он же нарушил заповедь. Написано, обречи брата наедине. Не нарушил. Грех был при всех. При всех и надо было его хватать и ставить на место. И Варнава его друг был увлечен этим лицемерием. Но если бы та встреча не произошла, то вот то, что Петр делал, это вошло бы уже в практику. Оно и вошло в практику. Но сегодня, по крайней мере, мы можем сослать на Павла. Что не надо смотреть на то, что требуют от нас священники, епископы. Синог, патриарх запрещая то, что не запрещено Богом. Они хотят, чтобы мы ревновали по них. Назывались патриархами. Назывались старообрядцами, баптистами, яговистами. Мы должны помнить, что нас искупил Христос. Павел им говорит, разве Павел за вас распялся? Или Петр? Христос распялся. И поэтому на первое место всегда выставляете одно – Христос. Они апостолу стали благодаря Христу. Но у Павла было обращение мгновенное. Скажу, у меня было с детства, как у Петра, заложено все. Но когда в руки попала Евангелие, 27 сентября 1962 года, у меня было точно такое же отношение к старому, как у Савла. Здесь кончилось то. Лучше я потом выберу оттуда. Самое хорошее оставлю. А остальное не надо советовать о сплоте и крови. С плоти, то есть с родителями, со своими бывшими наставниками. Бог призвал, поставлено точкой. Павел говорит так. Дети, для которых я снова в муках, доколе изобразится о вас Христос? Как он трудно рождал. И вон приказали, что не апостол. Люди хватались за то, что при Христе ходил Петр, вот это важно. Он со Христом ел. Он со Христом в лодке плавал. Вот это они на первое место выдвинули. А Павла забирали, он говорит, а он прямо Павел дали и говорит. В Деяниях 26-24. Хотя обладал он великой грамотой, Павел. Ему сказали, безумствуешь ты, Павел. И большая ученая доводит тебя на сумасшествие. То есть у него была очень большая ученая. Это доктор богословия. А в Деяниях 4-13 написано, видя смелость Петра и Иоанна, и приметивая, что они люди не книжные, простые, но замечали, что они были с Иисусом. Всю неграмотность, простоту покрывало то, что они были с Иисусом. Могут ли она сказать люди, что мы были с Иисусом? Тогда мы станем в один ряд с Петром. Без всякой книжности, без научения. Боже, мы считаем, как люди относились к смерти. Боялись, как и сегодня, трепетали. Чтобы избежать смерти, люди шли на предательство. Но в Откровении 9-6, считаем, все дни, люди будут искать смерти, но не найдут ее. И пожелают умереть, но смерть убежит от них. Это тайна. Как так? Да надень петлю и умрешь. Не будет смерти на земле в какой-то момент. И люди искать будут не обращение к Богу, не золото. А как умереть? И смерть убежит. И апостол Павел сказал и удостоился. Он говорит так. Сначала о Петре, 21-18. Христос предсказал, что прострешь руки, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Значит, Бога прославляет не жизнью только, но и смертью. Деяние 21-13. Павел говорит, хочу быть узником и готов умереть за имя Иисуса. Смерти можно искать подвигом своим. Где-то можно спрятаться, а можно этим пренебречь. Смерть за Христа – это высшее, что может христианин в любви своей показать Господу. Они оба умерли, считают, в этот день. Я вчера объяснял, что они умерли в разные годы, не одновременно. Церковь так свела на один день, и будто бы сегодня день скольчины святых апостолов. Разница между ними, конечно, очень большая. Это простой рыбак и ученый рабин. Но Господь призывает и тех, и других. Это два полуса. Простолюдин и человек высокого полета, мудрости. Равно дороги для Господа. По-разному Господь открывается, но все же показывает, когда по преданию, по наследству, по домашнему обращается, разница все-таки есть. Тут мы должны перекинуться на сторону обращения с Аллой и сказать, Господи, дай мне такую вспышку, что придя в возраст, как Моисей, он предпочел страдать с народом Божиим. Чтобы я сознательно сказал, я избираю Бога, одного Бога, и ничего, и никого, кроме Бога. Церковь ежегодно напоминает нам этой датой о проповеди. Другой причины свести двух апостолов в одно, в один день никакой больше нет. Они во многом разница. В одном они были одинаковые. Когда Павел перечисляет свои преимущества перед другими, он перечисляет ни грамоту, ни книги, не говорит, что я сделал, сколько свитков написал книг, а сколько я пострадал. Я более был в темницах. Так посмотрим, кто был в темницах. Я более в ранах. Какие раны? За Христа. И когда все перечисляет, у меня ежедневное стечение народа. Вот как в краевой администрации или в прокуратуру идут люди жаловаться. Но к нему шли с другими вопросами. Как понять? Он говорит, хочу прийти и поделиться духовным дарованием. Кто сегодня в мирские организации приходит с вопросом о спасении души? Кто приходит в духовные организации с такими вопросами, как правильно веровать? Я только отголоски слышу, мне все неизвестно, о том, что все еще призывок в патриархии, в зарубежной церкви, в старообрядчестве, католичество уже дошло до этого. Нет на открытую проповедь. Называется апостоличность Мирян. Все должны идти на проповедь. Все должны сеять. Все должны выйти на Ниву Господню. Как таковое православие сегодня практически на полное исчезновение идет, как и русский человек. И выход только один, через благовестие. Благовестие Петрова, пусть через рыбу, пусть через умножение скота, урожая на поле, через все, что касается плотской, мирской жизни. И пусть будет все-таки среди нас. И такое обращение было с тазом. Может быть, это будет гонитель. Он ревнитель был большой. Он боролся за свое старое. Но почему-то сегодня старые ревнители не обращаются. Значит, разница все-таки есть. Кто за последние тысячи лет вот так обратился? Среди старообрядцев, среди новообрядцев, среди старостильных. Ни одного случая не слышал и думаю, быть этого не может. Почему? А они шли движимые не тем духом. Когда им прямо показываешь подписание на обращение Савла, они не обращают внимания. Савл обратил внимание такое, которое сегодня не каждый решится совершить. В себе переворот. Он три дня не пил у нее, а слепший сидел. Какая буря у него была в душе, в мозгах. Как он перебирал все жертвы, которые он принес на алтарь своей ревности. Я неумеренный ревнитель был отечественских законов. Хватал мужчин и женщин. Истребил все в Иерусалиме. Выжиг все христианство. И теперь отправился в Дамаск. Услышал, что там есть большая община под предводительством епископа Анания. Он еще не знает, что Анания будет стоять, а он перед ним будет лежать. Это он в кошмарном сне не мог увидеть. А все случилось именно так. Анания трепещет, как ягненок. С приходом в церковь Савла, будущего Павла, мы видим, исполнилось буквально 11 глава провока Исаии. И лев будет с ягненком и с теленком. Лев, злотаут говорит, это Савла, терзающий церковь. И вот этот ягненок, который трепещет, Анания, Господи, а сколько он власть делал, мы слышали. Из-за этого он идет сюда. То есть у христиан тоже работала своя разведка. А Господь говорит, вы все ошибаетесь. Я его уже встретил. Все переменилось. Между нами даже есть какие-то от него реалии, с недоумением. Все меняется через встречу с Иисусом Христом. Обращение Савла сегодня каждого побуждает к пересмотру своего пути. Даже ты с детства верующий, а он такой и был. Ну выберите время такое, скажите, сегодняшний день именно для этого. Как я обратился? Было ли у меня обращение? Была ли встреча с Господом? Или просто я иду тянусь? Если у нас еще откроется обида, превозношение, гордость, то встречи не было. Где Духа Святого нет, там труда Божия нет. Это день, который, можно сказать, подводит итог под прежней нашей жизнью. Господи, услыши наше воздыхание. Я так хочу обратиться, как стало. Чтобы прежнее отрезано было и началась новая жизнь во Христе. Чтобы сегодня я посмотрел и увидел, что было слева, стало справа, а что справа переметнулось налево. Я заново начинаю эту жизнь. Пусть буду ослепший три дня, но не больше. Пусть не буду пить и есть. Вот это истинный пост. Вот это и есть Петров пост и Павлов. Не просто сегодня мы молотное будем есть и на этом все закончилось. Пост не кончился, если ты не обратился к Богу. Пост еще и не начинается, если ты не просил Духа Святого, чтобы тебя поднял на Богоресте. С постом и молитвой и разложением рук. И на руках молитвы, если ты это понял, надо нести всех, начиная с патриарха до последнего священника и мирянина. Чтобы маленький ребенок мог свидетельствовать и в школе. Малые дети, они бывают прекрасные свидетели. Мы читаем это в шепиях святых. Мы читаем это в священных книгах Библии, как малые дети старцев умудряли. Они понимали, что то, что им дома отошло, мы нигде не читаем про то, что Ильи был беззаконник. У него главный грех был, детей не воспитывал. Снова звучал голос, и он понял, Бог-то говорил. И он не стал говорить, Господи, а почему ты говоришь с каким-то мальчишкой? Говори со мной. Все кончилось, Ильи. Этот мальчишка будет сегодня слышать приговор тебе. И он его заклинать будет, скажи все, не скроем. Понял, что там ему приготовлен гостиница от Бога Иеговы, которому служил всю жизнь. Может, дети наши проговорят нам своими голосами. Нам уже приговор вынесен. Вот сам сумел это расслышать. Петру Бог положил это на сердце, не сам он себе это открыл. И когда разговариваете с людьми, не признающими Иисуса за Бога, прямо ссылаетесь на высказывание Павла. Это Бог явился к нам во плоте Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии. Почему в этот день установлено, я думаю, никому не узнать. Но что, для меня день какой-то такой настанет, как вот это 12 июля, день окончания поста, то есть выхода на проповедь от окончания поста, можем сделать уже сегодня. Да положит нам это Господь, чтобы православные все праздники имели решающее значение в нашей жизни. И в духе ревности мы могли сказать Павлом, живу не я, но живет во мне Христос. Аминь. Аминь.